Приветствую вас. Я хочу сделать такой небольшой эксперимент. Это видео размещу только в разделе где у меня сообщения. То есть на плейдистах размещать не буду. Ну просто хочу посмотреть сколько видит, какая реакция и так дальше. Я предлагаю обсудить такую тезу, которую высказали, это видео как раз касается России, поэтому только на русском языке. Которую высказали по поводу обсуждения послания Путина. Это эксперты обсуждали. Ну и соответственно вспомнили, что военная техника России достигла небывалых высот, что США уже там на коленях. Нет, это они говорили серьезно. Значит военная техника это 21 века, а в США 60-х годах. Полно серьезно рассказывать. Ну и соответственно вы сказали мнение, что вот в этих условиях необходимо военные разработки внедрять гражданские. Тут же сказал другой эксперт, что да, действительно, со всего слов, что Путин сказал, что теперь мы будем брать военные разработки и внедрять в гражданские, так сказать, производство. Это позволит обеспечить рост экономики и так дальше. Сказал, так сказал. Хочу вам напомнить, что фактически это повторяют слова Горбачева. Когда Горбачев пришел к власти, конечно ему показали расклад, он и до этого знал. Конечно он ужаснулся, потому что экономика Советского Союза, это чисто она вся была уничтожена расходами на военно-промышленный комплекс. Причем денег было очень много и тогда возникла ситуация, а что если взять разработки военно-промышленного комплекса и внедрить в гражданскую жизнь. Даст эффект? Ну да. Экономику улучшит? Улучшит. И помните слово «конверсия»? Помните? Очень популярно было. Потом даже забыли. И действительно было, но в то время, когда Горбачев это сказал, тогда уже, скажите, красные директора, можно это иметь, говорили, это не сработает. Это никогда не сработает. Вот они называли причины, я говорю, что я же общался с ними, они называли причины, почему это не сработает. А вы сейчас послушайте. Эти причины. Ну и можете обсудить. Почему военные разработки нельзя внедрить гражданским? Во-первых, первая ситуация. Военные разработки, они очень бестолковые. Там в чем логика? Чем больше денег с госбюджета потратили на военные разработки, тем лучше. По этой причине они заведомо, ну как вам сказать, ну там, где можно было обойтись тысячу гривен, там тратить миллион. Серьезно. По этой причине они очень громоздкие, до невероятности. Там потрачены миллионы, миллиарды денег на то, что можно было, ну, обойтись пару тысяч. Ну, говорите, это военные разработки. Логика заключается в следующем, чтобы, как можно дольше, дольше, дольше. Ну, логика банальная. Надо какую-то простейшую разработку, скажем, гаечку. Не. Надо сделать такую гаечку, чтобы она не подходила, чтобы эту гаечку враг не мог заменить на другую. Да, да, вот именно разработка. Вот, если с военными специальными поработать, они объясняют, что в чем тут логика. Что гаечку делали другую, чтобы в случае чего враг не мог взять свою гаечку и закрутить вашу. Нет, это действительно делали. Это военные разработки. Ну, такая логика военная. Понимаете? Плюс, я много раз объяснял, что, смотрите, вот, военно-транспортный самолет. Прежде мне кажется, ну вот, военно-транспортный, а давайте сделаем, ну, не пассажирское, грузовое, грузо-транспортный. Говорит, нельзя. Почему? Потому что военно-транспортный, он делается для боя. Он должен выжить в бою. Он делается для этого. Надо возить грузы, чтобы ее не сбили. Максимально, чтобы ее не сбили. А, когда вы возите грузы на гражданскую, у вас, ну, нет проблем, что вас убьют, понимаете? И там совершенно другое. И это все начинается с самого, так сказать, с нуля. И получается проще отбросить с нуля, сделать гражданскую. Вот такая ситуация. Идем дальше. Это я вам все представляю, что говорили красные директора. Третья проблема. Говорите, военные разработки, они очень много ворованы. Ну, смотрите, вы знаете, что если вы делаете какой-то гражданский автомобиль, то там всегда проблема патентов. Ну, вы знаете, ну, нельзя украсить какой-то патент поставить. Военных это не только можно и нужно. Ну, поймите, для чего работает контрразведка и разведка? Для чего работает разведка? Чтобы воровать чужие разработки. Ну, в этом же же логика разведки, вы сами понимаете. По этой причине очень часто военные разработки, почему их вся секретит. Там все ворованы, там большая часть ворованы. Ну, еще раз повторяю, это неплохо, это правильно. Ну, один, нет, Россия ворует, Америка ворует, все воруют. Тут нельзя сказать, что это святые, это не святые. Это нормальное явление для военных разработок. Причем они часто воруют какие? Не военные, гражданские. Скажем так, есть автомобиль, есть там, грубо говоря, движочек, есть на него патент. Купить патент невозможно, не продают. Вы его украли, скопировали, для военного без проблем, он же секрет. А как же теперь этого? Не власть. Потому что если вы военную разработку берете, вы потом вставляете гражданском, раз, эти патенты вы спрыгивают. Как черт, ладно. Вот это сработает. Ну, и четвертый фактор. Понимаете, военная техника, когда делается, она как бы делается, ну, как вам так объяснить по-простому? Она должна ломаться. Почему? Потому что, что значит автомат или что значит танк? Он находится в военной части. Там, сюда. Чем занимаются солдаты? Уборкой и ремонтом. Уборкой и ремонтом. Уборкой и ремонтом. По этой причине она громоздкая, неэффективная, она ломается. Это нормально для военной техники. То есть, она считается так. Ее обслуживают специалисты, значит, они постоянно ремонтируют, ремонтируют. Кто служил в российской армии, даже недавно. Правда, говорю я? Правда. В украинской то же самое. В советской то же самое. То есть, большую часть службы чем вы занимались? Уборкой и ремонтом. Уборкой и ремонтом. Только не надо в эти разговоры, что мы ремонтировали. Нет, вы ремонтировали самую современную украинскую, российскую технику. Она всегда такая. По этой причине, если для военных это нормально, ну потому что там есть службы по ремонту. Там есть, грубо говоря, целые парки, замкомандира по технической части. А в гражданском это чушь. Получается, вы покупаете стиральную машину, и она у вас постоянно ломается. Вам надо иметь рот у солдат, чтобы ремонтировать. Но для военных это нормально, для гражданского не подходит. Вот такая ситуация. По этой причине, еще раз говорю, невозможно военной разработки двигать гражданскую. Есть постоянно вот этот миф, что военные разработки потом используются для гражданских. Вот эта мысль. Но вы, конечно, уже не помните, когда внедрялись в первый видеомейтофон в Советском Союзе. Помните? Транспорт Горбачева. Это тоже эффект конверсив. А я вам объясняю, что видеомейтофоны в Советской Армии были, если верить разговорам, в 50-е годы. В 70-е, в 80-е точно были. Вот я служил, были видеомейтофоны. У нас их не было, но они были. Цветные, ребята, цветные были. Да. Не удивляйтесь. Ну, другое дело, что они, конечно, были такие громоздкие, как бета, но были. Компьютеры были. Серьезно. Я видел компьютеры, которые, ну, в Советской Армии когда-то, начало 80-х. Да. Имеется в виду те компьютеры, которые уже потом появились. Были. Другое дело, что, ну... И вот когда начали делать первый советский, они действительно взяли, грубо говоря, военную разработку. Вот как раз сделали, но началось усыпаться. И тогда чем закончилось? Закончилось следующее. Начали покупать блоки в Южной Корее. Просто тюк-тюк-тюк-тюк. И вот тогда, когда начали покупать, тогда действительно сработало. И был, правда, какой-то один советский, видимо, фонд, который, как рассказывали, был полностью советский. Но, по-моему, его... Он так часто ломался, что даже никто... Но, в принципе, вот, электроники... Да, вначале они, вроде бы, как были советские, это... Но потом признались, что прокрутка, это корейская, это корейская. Вот это... Там часть плат, конечно, что-то было. Коробка была советская. А вот, значит, вот это и есть военная техника. Так что идея заманчивая. Но не сработает.